Северская домна, башня. Именно с этой точки зрения сегодня ее рассматривают участники форума хранители башен и подземелий, которые прибыли в музейный комплекс в рамках одной из экскурсий форума. Этот форум был организован замечательной группой подельники, которая занимается сохранением башни на Уралмаш и знаменитой Белой башни, которая в свое время имела все шансы быть утраченной, но благодаря инициативным людям, которые в первую очередь являются архитекторами, эту башню удалось сохранить. Сегодня реализуется ряд проектов по сохранению этого объекта, и вот эти ребята, молодые ребята, они пошли дальше. Они помимо концентрации внимания на своем объекте решили развернуться на всю страну. Форум хранителей башен собрал представителей из девяти регионов. Все они объединены общей идеей исследовать современный опыт сохранения и ревитализации таких объектов, поделиться общими проблемами и удачными примерами, создать сообщество людей, которые занимаются сохранением и ревитализацией этих объектов, чтобы они могли, объединившись, решать проблемы вертикальных сооружений более эффективно. Такой уникальный обмен опытом по музеификации высотных сооружений, по приспособлению высотных сооружений для современного музейного использования, поскольку в силу своей специфики, да, это, ну, грубо говоря, что было понятно, один вход, один выход и очень большой интерес со стороны посетителей. Это накладывает на музей большое количество обязательств, трудности, связанные с обеспечением пожарной безопасности, пропускной способности. Северская домна стала участником этого форума, как говорит ее директор Анна Трипалова, случайно до приглашения от хранителей башен на домну смотрели, как на памятник промышленной архитектуры. Сегодня же она ищет вертикальный объект, притягивающий внимание краеведов и историков. Как говорят архитекторы, восьмирик на четверике, то есть вот это верхнее восьмигранное основание на нижнем четырехгранном купол, и мы понимали, что в этом строительном объеме заключена доменная печь. Поэтому мы говорили, северская домна. Но оказалось, что конструктив, он интересен, он напоминает конструктив храмов и церквей, он напоминает конструктив вот этих водонапорных башен. И поэтому нас пригласили на этот форум тоже поучаствовать, чтобы поделиться в первую очередь мыслями, получается, даже не по использованию этого объекта, а по сохранению этого объекта. Сегодня в России существует множество уникальных инженерных и природных объектов, которые сложно сохранять, музифицировать, сделать общественным пространством. Из-за их нестандартного строения. Но только не для Александра Лунева. Шесть лет назад он выкупил у города старую водонапорную башню Томска. А сегодня он собирается жить в шестиэтажной квартире, которая располагается все в той же башне. Для чиновников большой разницы нет. То есть, как только это здание сплавили с баланса Томской мэрии, я думаю, там все вздохнули с облегчением, потому что это памятник культуры регионального значения, на который у администрации не было денег. Он медленно разрушался, ветшал. А тут появляется такой инициативный психопат, которому можно всучить охранные обязательства. Я его подписал и принял в себя обязательство восстановить это здание, поддерживать его в надлежащем состоянии. Ну и вот с тех пор я шесть лет уже с переменным успехом этим занимаюсь. Наша же Северская домна – это не просто памятник архитектуры. Это частный музей. Его инвестор трубная металлургическая компания холит и лелеет историю металлургического производства, давая возможность нам, современникам, прикоснуться к уникальным объектам 18 века. И этот опыт, он уникален. Это опыт, который нужно транслировать на всю Россию и рассказывать об этом, что крупный бизнес в том числе может участвовать в сохранении исторического и культурного наследия России. Поэтому этот опыт показался очень интересным нашим гостям, коллегам по форуму. И вот они хотят собственными глазами это увидеть. Я так понимаю, что музей живет без помощи государства абсолютно. Это действительно уникальный случай. А с точки зрения сохранности, конечно, очень много подлинного. Это здорово. Есть на что посмотреть, действительно, на живую историю. Единственное, что я сразу бы думаю, что я бы добавил интерактива. Чего-то, что можно руками потрогать, подделать. И, конечно, к истории производства надо больше привлекать детей, молодежь. И молодежи, детям нужно трогать, крутить, вертеть. И тогда будет понятно, как это работало. Сохранение объектов культурного наследия невозможно без их дальнейшего использования и экспонирования, говорят участники форума. Такие вертикальные объекты очень сложно переспособить из-за их нестандартного, нетривиального пространства. Без новой функции они становятся заброшенными и разрушаются. Но только не башенная домна на Северском трубном заводе. Потрясающий музей, потрясающее пространство. У меня еще, как у экскурсовода по Екатеринбургу, по плотинке, конечно, такая жгучая тоска и зависть, потому что в свое время, в середине 60-х годов, у нас почти все промышленное пространство на месте основания старого завода было снесено. И вот сейчас, глядя на это музейное пространство, становится понятно, что можно было бы сделать, если бы вот эти цеха 19-18 века уцелели. Конечно, колесо прокатного стана производит потрясающее впечатление, потому что, с одной стороны, гордость, что у вас стоит точная копия кричного молота 1826 года из Екатеринбурга, ну, вообще, с Васильево-Шайтанского завода, а с другой стороны, конечно, вот такого масштаба в оригинале, вот, это можно увидеть только, похоже, здесь. Еще один вариант нестандартного использования башни придумали и уже воплотили в жизнь в Екатеринбурге. Водонапорная башня на плотинке сегодня музей и кофейня одномоментно. Максим Веревкин из Ижевска смотрит на северскую домную ее состояние, что называется, с белой завистью. Он, как любитель и фанат вертикальных сооружений, художник, оценил состояние кричной фабрики. Надеется, что когда-то и его музей воды, а это галерея современного искусства, также станет общедоступным местом. Башня под охраной государства, но, к сожалению, никаких средств не выделяется для того, чтобы ее реставрировать и для того, чтобы посещение ее было безопасным. Вот в данный момент нам запрещено туда, там находиться и приводить туда людей. Недавно было решение прокуратуры и думаю, что мое участие в этом форуме, оно может быть как-то немножко повлияет в лучшую сторону для решения. Форум хранителей башен и подземелья прошел при поддержке фонда президентских грантов. За три дня работы форумы участники посмотрели вживую четыре башни, пообщались на любимую тему – сохранение вертикальных инженерных объектов и обсудили успешные примеры ревитализации. Ксения Бладенкова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.